Безумно приятно находиться в окружении таких замечательных, умных, самое главное, мужчин. Ну, мне приятно. Я готова здесь стоять до конца вечера. А у нас, между прочим, уже три часа дня. Ну, удовольствие от эфира получают не только, как вы поняли, Екатерина, но и мы все. Только что закончился матч в группе «Б» между командами «Кенгуин» и «Трикет». Здесь у нас в студии находятся комментаторы. Ваше впечатление от команд? Насколько поляки, либо насколько датчане хорошо подготовились к данному турниру? Ну, впечатление от команд на самом деле хорошее, потому что оба коллектива, я знаю, уже как комментаторы, как зрители, довольно давно. Ничего удивительного не было. Поляки сильнее, они объективно сильнее были, есть, они выиграли достойно. То есть здесь никаких для меня сюрпризов, в общем, не было абсолютно. Да, к сожалению, ничего непредсказуемого не случилось. Трикеты оказались слабее, ну, как мы и предполагали. Ну, несмотря на то, что они оказали хорошее соперничество, и казалось, что игру уже можно сливать при счете 13-34, что-то было такое. Ну, они собрались, и вроде бы как пять раундов. Хорошее соперничество — это да, но называемую плотную игру — это когда там счет какой-нибудь 16-14, 15-13 и так далее. Ну и в то же время андердогами их тоже нельзя назвать? Ну, конечно, конечно, конечно. Опытный коллектив, сколько уже играют вместе. Ну, это далеко. Коллектив, конечно, не первой же десятки, но все же в двадцатку они когда-то входили. Были хорошие времена. Друзья, ну а предстоящие команды, то есть вы просто посмотрели уже несколько команд. Кого можете выделить, чья игра на сегодняшний день достойна и хорошая заявка на турнир? В данном чемпионате мы выделяем, естественно, ребят из Казахстана «Авангар», естественно, команда «Тим Кингвин». Ну и, в принципе, «Авангард Кингвин». Наверное, в принципе, я, скорее всего, даже остановлюсь, потому что... А, ну и «Хеллрайзерс», ребят, из Украины, да, потому что градация между ними и другими коллективами ощущается, честно говоря, уже довольно заменой. Намного, да. Коллективы «Авангард» и «Хеллрайзерсов», да, но мы видели счет, опять же, ничего непредсказуемого не было там. Объективно сильнее и объективно делают то, что должны были делать они на этом чемпионате. Ну, в принципе, да. Просто побеждают. Две команды «Авангард» и «Кингвин», они лидируют пока что в группе «Б». Они сыграли по одному матчу. Победа, три очка в своей копилке. Ну и тем временем в группе «А» «Хеллрайзерс» и «Гуджоб», то есть наша белоруская команда. Как вы оцените ее шансы? Шансы «Гуджобов» против «Хеллрайзерсов», честно говоря, зависят от самих «Гуджобов», как они смогут. Как я говорю, как запрягут, так и поедут. Если начало будет, то они смогут составить достойную конкуренцию и попытаться выиграть. Если нет, то, к сожалению, все может быть очень плачево. Ну, я бы сказал, что это Best of 1 противостояние, опять же. Это рулетка, как там в пистолетных раундах залетит, как пойдет по таймингам, по удаче. То есть «Гуджобы», конечно же, могут зацепиться за более именитого соперника, даже выдаст очень хорошую игру, а то и победить. Но все мы будем объективны, то, что пока что «Хеллрайзерс» – это коллектив с громадным опытом, а белорусы пока что только начинают. Начинают свою стезю, выступают неплохо, но могут дать, конечно, отпор «Хеллрам», но, конечно же, про замену не забывают. Если бы это Best of 3 было, если бы это было Best of 3, то тут бы сказали, что «Гуджобов» очень мало шансов «Гуджоб». Ребят, спасибо большое за эти ответы. Я хочу коснуться вообще всего турнира в целом. Мы поговорили о командах, услышали ваше мнение. Вы – комментатор со стажем, у вас за спиной не один десяток. Наверное, мало. Турниров, говори это честно, а не лет. Да, это понятно. Вам не скучно здесь? Нет, как может быть скучно? На такого рода ивентах – это то, что я люблю с детства, это то, в чем я варился, в чем я вырос. Это люди, которые когда-то шли со мной рука об руку, помогали, теперь они являются кто функционерами, кто организаторами здесь, все вместе. Это как одна большая семья лично для меня, как человека, который с 2004 года во всем этом, по факту, как я говорю, варится. Для меня это одна большая семья. Конечно, мне приятно находиться здесь. Для футбольного клуба «Динамо Брест» это первый такого масштаба турнир, поэтому, конечно, им хотелось бы услышать отзывы от комментаторов. Поэтому я и задаю вопрос, спрашиваю, как? Мы будем рады, что это первый, но не последний турнир. Мы будем рады, что это будет не последний турнир. Если турниров такого рода будет как можно больше в нашей республике Беларусь, то это будет только лучше для сцены, для зрителей, ну и, конечно же, для нас, для комментаторов. Потому что это огромнейший подарок как и для зрителей, так и для всего сообщества, я имею в виду в целом, как комментаторы и игроки тоже. Ну и тем более, если мы говорим с 2004 года на профессиональной сцене, то скачок, он просто колоссальный. Ну, вы знаете, да, к сожалению, опять же, я не могу не отметить, это может быть будет укол, но ничего страшного, переживут, что белорусы, как всегда, опаздывают как минимум на 3-4 года за всей планетой. И я очень надеюсь, что то, что мы сейчас начинаем делать вместе здесь все, оно просто превратится в нечто грандиозное в скором времени. Я хочу в это верить. Я хочу присутствовать на турнирах вроде мажоров, где будет много зрителей, где будет великолепнейшая атмосфера, где будет желание прийти людей, которые просто идут по улице. Они видят, и они туда идут. Люди же приходят на славянский базар, потому что они слышат красивую музыку, они идут туда. Они увидят картинки на улице, они захотят прийти посмотреть на киберспорт. С этого все начинается. Если это делать сейчас, если мы включимся все вместе в это, то ждет что-то хорошее реально. Я в этом не сомневаюсь, что нас ждет действительно что-то хорошее. Тем более, что мы находимся при действительно историческом событии, то есть масштабное, как мы уже говорили, одно из крупнейших событий уходящего года. Ну, наверное, не очень красиво задавать вопрос финансовый, Саша. Или можно я задам ребятам? Ты, как и любая девушка, можешь спрашивать. Вопрос ответит ли парни? 50 тысяч общий призовой фонд для первого такого плана турнира. Это уровень какой? Ну, давайте скажем прямо, это уровень неплохой. Потому что в любом случае мы должны привлечь внимание к себе. Мы должны о себе заявить. И ивенты такого рода, они не могут делаться на коленях и на планшетах. Вы сами понимаете, для этого нужны затраты. Это абсолютно здравое решение футбольного клуба «Динамо» и функционеров вложить эти деньги сейчас именно сюда. Это хорошо. Я считаю, это хорошо. Ну да, это шаг в будущее. И такая сумма мне не кажется маленькой. Ну, конечно же, все мы знаем, какие там деньги и суммы крутятся на мажорах, какие сейчас турниры проходят, на какие суммы. Но для Беларуси это отличная сумма. И очень хорошо, что многие команды со всего мира приехали, поддержали наш турнир и участвуют ради таких вот призовых. Да, и вот если немножко перефразировать Екатерину, она имела в виду, скорее всего, как я понимаю, что насколько вот эта сумма является хорошим мотиватором для команд. Ведь мы видим сегодня картину, что у нас команды из 17 стран мира. Да, конечно. То есть, ну, вы понимаете, опять же, мы вернемся к вопросу, что есть призовые по полтора миллиона долларов, но призовой 50 тысяч это тоже много. То есть, ну, не нужно уже слишком губу раскатывать там, что мы не поедем за такие деньги. Нет, конечно, сюда поедет, причем очень много людей поедет сюда. Они уже приехали, они уже показали то, что им это интересно, им это нужно. Поэтому я считаю абсолютно нормально. И ценовой диапазон хороший, хорошие призовые, но и опять же он не раздут до каких-то косметических размеров. Получается, все замечательно. Комментаторы с удовольствием работают. Мы здесь тоже... Ведущие тем более. Да. Призовой фонд замечательный. Ребят, я тоже вижу, в хорошем настроении. Команды ходят, гуляют, смотрят нашу Беларусь. Ну, круто, значит, отлично. Значит, идем мы в правильном направлении. Еще вектор роста на нас задан, поэтому будем в этом направлении и двигаться. Ребят, у вас впереди еще много работы, в принципе, как и у нас. Наверное, надо отпускать, ребят, да? Да, безусловно. Конечно, ребята, вам спасибо, вам стойкости, потому что нам сегодня понадобится впереди много матчей. Мы тоже будем заследить. Я думаю, что не первый раз и последний мы здесь общаемся. Да, и я хотела вам об этом сказать. И я так думаю, мы еще будем к вам заглядывать и приглашать в нашу студию. Будем рады, что можно сказать. Спасибо, ребят. Спасибо. 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 Спасибо.